Добрый вечер, как всегда. В это время вы смотрите очередной выпуск субботней программы дежурной по печенге в студии Пётр Широбоков. В начале коротко некоторые темы выпуска. Мурманская область – это тот субъект федерации, где созданы все необходимые условия для ведения бизнеса. Развитие взаимодействия идет по нарастающей. Норникель отчитался о работе в регионах. Мы рассчитываем на вовлеченность жителей Печенского муниципального округа. Сценарное мастерство, режиссура, операторское искусство. В Печенском округе стартует киношкола. Ну и вот теперь все подробности. Более 900 вопросов поступило через единый центр обработки сообщений на прямую линию, которую провел Норникель. Это телемост, где на вопросы сотрудников предприятия отвечают первые лица компании. Не только конкретные цифры и факты, но и то, как изменения или проекты отразятся на самих сотрудниках. Вот главная задача. Пять топ-менеджеров Норникеля говорили о важном почти четыре часа. Мир помолодел. К активной экономической жизни приходит поколение людей, у которых меняется ряд ценностей. И отличие этого поколения в том, что у них развито бережное отношение к природе. Для нашей компании это означает, что меняется обстановка, в которой мы ведем свою производственную деятельность. От нас ждут чистого производства. Свои выступления руководители строили, исходя из почти тысячи присланных вопросов. Среди тем модернизация, социальная сфера, экономика и, конечно, экология. Увеличить добычу металлов, уменьшив при этом влияние на окружающую среду. Такую задачу решает стратегия развития «Экологичный рост». У Кольской компании, по сути, мы в рамках реализации стратегии получим полностью обновленные наши рафинировочные мощности, как по никелю, так и по меде. А по меде, соответственно, в рамках проекта строительства нового производства по технологии обжиг-выщелочной экстракции, мы практически еще и удвоим наши производственные возможности. Важно, отметил Сергей Дубовицкий, что планы по увеличению производства не добавят экологических проблем. Впрочем, результат движения норникеля в сторону зеленой экономики жители Кольского Заполярья смогут ощутить уже в текущем году. 500 тысяч тонн диоксида серы, которые КГМК выбрасывало в 1990 году, с 1 марта текущего года превращаются в цифру не более 30 тысяч тонн СО2, выбрасываемых по году обеими площадками Кольской компании. При этом хочу заметить, что около 8 тысяч тонн в этих 30 – это выбросы от ТЭЦ, которые находятся на нашем балансе, но несет тепло, горячую воду квартиры жителей города Мончегорска. Достичь показателей удалось с помощью закрытия обжигового отделения в Заполярном, остановки плавильного производства на Мончегорской площадке, закрытия пловцеха в Никеле и 1 марта будет остановлено пирометаллургическое производство медной цепочки. Евгений Викторович говорил о тех мощностях, которые мы закрыли. Это старые производства экологические, неприемлемые в настоящих условиях. На смену придут новые производства, которые позволят нам превратить Мончегорск в хаб производства готовой продукции по никелю и меди, по новым технологиям. В целом же отметили топ-менеджеры Норникель, несмотря на все вызовы, остается финансово устойчивой компанией с высоким запасом прочности. Петр Широбоков, ТВ21+. В рамках соглашения о сотрудничестве Норникель потратил в прошлом году на развитие социально-экономической сферы в Мончегорске и Печенском округе более 1 миллиарда рублей. Такие данные прозвучали на оперативном совещании губернатора Мурманской области. Всего в 2020 году крупными промышленными компаниями региона было реализовано 66 мероприятий в 7 муниципалитетах на общую сумму 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Заместитель губернатора Ольга Кузнецова особо подчеркнула, что основная часть этих средств – 2 миллиарда 300 миллионов – это средства компаний, которые сверх налогов и платежей были целевым образом направлены на реализацию различных мероприятий, поддержку социальных инициатив и социальных проектов, в том числе и инфраструктурных. Кроме мероприятий, о которых в рамках соглашения договорились в начале года, более 350 миллионов рублей были направлены компаниями на борьбу с коронавирусом и поддержку не только больниц, но в том числе поддержку малого и среднего бизнеса. Одно из самых крупных соглашений, которое было подписано в прошлом году – это соглашение с компанией «Новотек». Общая сумма в целом по соглашению составляет 6,1 миллиарда рублей. Оно рассчитано на 10 лет, и в рамках первого года его реализации уже начались мероприятия по реновации МГТУ. На эти цели было направлено 150 миллионов рублей. Заместитель губернатора Ольга Кузнецова обозначила 4 основных соглашения, которые связаны и с поддержкой городов, где компании ведут свой бизнес, и при этом важны для Мурманской области в целом. Одно из крупнейших – с Норникелем. В рамках реализации этого соглашения также большая поддержка была оказана образовательным учреждением. Ведется ремонт помещений Манчегорского политехнического колледжа, закупка оборудования. И здесь я бы хотела сказать, что также важно, что не только меняется внутренний облик объекта, но и ведется работа по открытию новых специальностей, которые востребованы будут именно на новых инвестиционных проектах. И с 1 сентября 2021 года откроются новые направления химии, металлургии и автоматизации технологических процессов и производства. Это как раз все, что касается цифрового производства. Также произведен капитальный ремонт школы в Никеле, ремонт трех детских садов в Манчегорске. И открыто 5 точек роста в Манчегорске и в Печенском муниципальном округе. Ну и, как я уже говорила, значительно было увеличено финансирование мероприятий в части здравоохранения. В рамках соглашения была обеспечена работа центра вторая школа в Никеле и создано агентство развития Манчегорска. Оно совсем недавно начало свою работу. Мы с ним активно взаимодействуем. Много программ у двух этих организаций именно для поддержки малого бизнеса, новых инициатив. И также в этом году впервые был проведен в Никеле в рамках той программы, которую вы сказали ранее, программы развития Печенского района. Был проведен отбор бизнес-проектов на 100 миллионов рублей. Сотрудничество с Мурманской областью идет по восходящей. Об этом заявил представитель Норникеля на очередном заседании Мурманской областной думы. Освоение Российской Арктики сегодня невозможным без развития Северного морского пути является одной из важнейших стратегических задач. Мы уверенно связываем с Мурманском будущее Северного морского пути. О ключевых темах взаимодействия компании и региона рассказал депутатам вице-президент Норникеля Андрей Грачев. Среди тем экология, модернизация производства, поддержка социально-экономического развития. Мы убедились в лишний раз в том, что Мурманская область это тот субъект федерации, где созданы все необходимые условия для ведения бизнеса. Как мы знаем, бизнес голосует ногами и идет туда, где созданы такие условия, где нет протекционизма, где фактически созданы равные условия для всех компаний. Именно поэтому стали возможны и подписания таких долгосрочных программ и договоров между компанией и губернатором Мурманской области, касающихся социально-экономического развития. Наше сотрудничество с Мурманской областью идет по восходящей благодаря той команде, которая в настоящее время руководит областью. Мы знаем, что компания Норникель, ее дочка Кольска ГИМК, это надежный партнер Мурманской области, который решает все вопросы в развитии экономики области, в развитии, как бы является основным, так сказать, пополнителем нашего доходного кошелька бюджета Мурманской области. Много работает в социальной сфере, на всех городах, где они присутствуют, и Мочегорский, и Никель, и Заполярный. Представитель Норникеля и председатель Мурманской областной думы договорились, что такие февральские встречи станут ежегодными. Петр Широбоков, Борис Савельев, ТВ21+. В Печунском районе будет сниматься кино. Об этом рассказали организаторы киношколы Печинга «Фильм». Новый проект Центра «Вторая школа» поддержали компания «Норникель» и творческое объединение «Нордфильм», созданное на базе Центра развития кинопроизводства Мурманской области. На организационную встречу творческого объединения «Нордфильм», во время которой и состоялась презентация Печинской киношколы, пришли любители не только смотреть, но и создавать кино. Алексей Мосин, например, руководит арктической киношколой, созданной полтора года назад силами энтузиастов. Консолидация вот этих вот сил, да, она кто чего может, обмен какими-то ресурсами, опытом, поддержка со стороны большого бизнеса, да, она, конечно, безусловно, важна, она поможет вот этому сообществу вырасти. Тезка-энтузиаста из арктической школы кинолюбителя Алексей Мальцев и вовсе три в одном – сам себе сценарист, режиссер и оператор. В его копилке два документальных фильма и несколько музыкальных клипов. Хорошая инициатива, и это действительно нужно региону. Есть такая разряженность вот в этом кинематографическом обществе, то есть не со всеми знакомы и мало с кем сотрудничаешь. Ну вот надо объединяться вот как в данном мероприятии, вот то есть как-то объединять в общее усилие. Не просто объединить режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов и другие творческие кадры региональной киноиндустрии, но и привлечь местное креативное сообщество к получению навыков работы в кинопроизводстве. Вот одна из задач, которую ставит перед собой Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Решаться она может в том числе участием заполярных специалистов в работе федеральных съемочных киногрупп, которые все чаще проявляют интерес к кольской земле. А потребности у наших больших кинопроизводителей достаточно большие. Им нужны и люди, которые работают на площадках, и те люди, которые могут снимать, так называемые фиксеры, которые до приезда большой съемочной группы могут работать. Некоторым документалистам нужны монтажеры, кому-то нужны звукооператоры. Печенский муниципальный округ – один из центров притяжения кинопродюсеров. Центр развития кинопроизводства в прошлом году привез сюда представительную делегацию. Тогда-то и родилась у центра «Вторая школа» идея создания в рамках концепции социально-экономического развития Печенского района, разработанной региональными и местными властями совместно с компанией «Норникель». Проекты, которые простимулируют развитие кинопроизводства в Печенском округе. Мы рассчитываем на вовлеченность жителей Печенского муниципального округа, надеемся открыть для себя новых талантливых и амбициозных, кто в дальнейшем будет готов к развитию киноиндустрии на территории Печенского округа. В почти пятимесячной программе курсы «Сценарное мастерство», режиссер фильма, операторское искусство, монтаж и постпродакшн. Встреча с ведущими российскими кинематографистами. По результатам киношколы организаторы могут поддержать съемку короткометражного фильма на территории Печенского округа. Петр Широбоков, Борис Савельев, ТВ21+. В Раиконске стартовала арт-резиденция центра «Вторая школа» в поселке на берегу реки Пас. Художники из разных регионов страны проведут 6 дней и 5 в Никеле. Темой их художественного осмысления в этом году станет «Возвращение солнца». Наша съемочная группа узнала о планах участников творческой команды перед их отъездом из Мурманска. Черно-белая фотобумага и набор реактивов. Это арсенал архангельского фотохудожника Ивана Митюшова. У него необычная задача. Мы привыкли, что фотография зафиксирована на мгновение. Он намерен запечатлеть в одном снимке целый день. Ну вы же понимаете, что такое выдержка. Ну то есть здесь выдержка будет 6-8 часов. Ну бумага, она не такая светочувствительная, как пленка или матрица. Поэтому ей нужно очень много света. Ее очень долго нужно экспонировать. В качестве матрицы у меня будет светочувствительная бумага. Я из коробки сделаю камеру обскору, куда помещу бумагу. Так можно не на видео, на фото зафиксировать весь путь солнца над заполярными поселками. Технология позволяет делать такие фотографии только в одном экземпляре. Более того, воду для проявки Иван получит, растопив местный снег. Все, что в нем содержится, тоже в каком-то смысле станет частью уникальных снимков. А пока Иван занимается светописью, его коллеги будут записывать звук. Из кусочков интервью, музыкальных фрагментов и характерных элементов местного аудиоландшафта создаст свое произведение Алина Журина из Калининграда. Вот это будет аудиоспектакль, потому что он, скорее всего, будет либо в наушниках, либо просто его можно будет послушать в локации. Еще хотелось бы, конечно, отталкиваться от локаций, то есть в никеле. И, возможно, это будет какая-то прогулка-променад. То есть люди будут идти со своими телефонами, например, со своими наушниками, в которых они смогут включить программу. И там будет идти текст, звук, все это сложенное с саунд-дизайнером вместе. Арт-резиденция не только площадка для самореализации художников, но и для развития территории. Общение с жителями округа – непременный ее элемент. Для участников проекта это возможность лучше почувствовать атмосферу земли. Для творческих людей из никеля и рейкоски – присмотреться к новым идеям и арт-технологиям. Мы рассчитываем на оффлайн и онлайн мероприятия. Мы извлекли полезный опыт предыдущей арт-резиденции, стримы и онлайн-трансляции, когда все желающие могут стать частью наших резиденций. Таким образом, любой житель Мурманской области, возможно, мира, может стать частью. Материальным итогом проекта станут линогравюры, фотокнига, аудиоспектакль и другие произведения. Представить их, а также те, что были созданы на арт-резиденции летом, Центр 2-я школа планирует чуть позже в Никеле. Илья Комлев, Борис Савельев, ТВ21+. На этом очередной выпуск субботней программы «Дежурный по печенге» подошел к своему завершению. В студии был Петр Широбоков. Хороших всем вам выходных и до встречи через неделю. Уважаемые коллеги! В настоящее время в мире очень непростая эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. С учетом рекомендаций медиков, для снижения риска заболевания сотрудников предприятий группы компаний «Норникель» предпринимаются максимальные меры по защите вашего здоровья. Мы уверены, что следование обязательным нормам гигиены позволит нам оставаться здоровыми. Защитить себя и окружающих можно, соблюдая простые правила. Регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд. Обрабатывайте их спиртосодержащим средством – антисептиками. Это поможет не попасть вирусу в организм. Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Держитесь на расстоянии не менее 1 метра от окружающих, особенно если у них кашель, насморк, повышенная температура, чтобы избежать попадания вируса на кожу или его вдыхание. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Вы могли касаться поверхности, на которой был вирус. Трогая лицо, вы тем самым рискуете занести его в организм. Используйте одноразовые салфетки при кашле и чихании. Незамедлительно выбрасывайте их в контейнер для мусора и сразу обрабатывайте руки антисептиком или мойте их с мылом. В противном случае вы рискуете здоровьем окружающих, распространяя вирус контактным способом. Соблюдайте график посещения столовых по подразделениям. Темп распространения любой инфекции выше при массовом скоплении людей, как в длинных очередях в столовых. При любых симптомах заболевания и недомогании немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Своевременное начало лечения будет способствовать вашему выздоровлению и остановит распространение вируса среди ваших коллег и близких. Не поддавайтесь панике. Доверяйте только проверенным и официальным источникам, органам здравоохранения, которые обладают наиболее актуальной информацией о динамике заболеваемости COVID-19 и готовы дать наиболее подходящие рекомендации по защите вас от вируса. Редактор субтитров А.Семкин